Новостной видеоблог. Сейчас посмотрим самые основные моменты обращения Владимира Путина к гражданам по поводу пенсионной реформы. А перед этим Владимир Владимирович напомнил, почему необходимо делать пенсионную реформу. Смотрим. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты. Смириться с низкими доходами пенсионеров и ждать, когда пенсионная система затрещит и окончательно развалится. Переложить непопулярные, но необходимые решения на плечи следующего поколения. Или, понимая, что ждет страну через 15-20 лет, учитывая реальную ситуацию, действовать. Ну и сразу же Владимир Владимирович решил ответить на вопрос, почему денег нет. Смотрите, еще в 2005 году соотношение работающих граждан, за которых регулярно выплачиваются взносы в пенсионный фонд, и граждан, получающих страховую пенсию по старости, у нас составляло почти 1,7 к 1. А в 2019-м оно составит уже 1,2 к 1. То есть практически 1 к 1. И если не предпринимать никаких мер, то мы не сможем сохранить доходы пенсионной системы. Ну и первым вопросом был, почему богатые не заплатят за пенсионеров? Итак, страна нищая. Почему богатые у нас миллиарды получают, а бедные 20 тысяч рублей? Почему бы богатым не заплатить больше налога и не заплатить за пенсионеров? А оказался ответ вот такой. Смотрим. На 6 дней, говорит, только хватит. На 6 дней. Почему на 6 дней? Какое, сколько нужно денег, чтобы платить пенсионерам? А он и ответил на этот вопрос. Ежедневная потребность на выплату пенсии в России составляет 20 миллиардов рублей. Ну а вторым самым популярным вопросом был, почему бы не продать госсобственность там всякую, которую пенсионный фонд понастроил, своих там зданий огромных, красивых, и не заплатить пенсионерам. Другой вариант – продать часть госсобственности. Например, как некоторые предлагают все здания пенсионного фонда, включая его региональное отделение. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. Я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов – 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Тоже на шесть дней. Но так а почему бы олигархам не заплатить, которые нашу нефть там продают за границу? Почему бы им не взять и не заплатить вот эти вот пенсии? А? Предлагается обложить дополнительными налогами нефтегазовые компании, топливно-энергетический комплекс. Вот такая у нас простая арифметика. Но откладывать дальше действительно нельзя. Это было бы безответственно и может привести к тяжелым последствиям в экономике и социальной сфере. Дорогие друзья, я предельно объективно, подробно и абсолютно искренне доложил вам о сегодняшнем состоянии и о предложениях по устойчивому развитию пенсионной системы в нашей стране. Еще раз подчеркну, нам предстоит принять трудное, непростое, но необходимое решение. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Подписывайся на канал, посмотрим дальше будет, только интереснее.